Доброе утро, уважаемые коллеги. Меня зовут Виктор Николаевич, моя фамилия Молодцев. Я приехал с самого Дальнего Востока к вам страны. Тоже, наверное, как и все вы, есть какие-то, может быть, замечания или какие-то несогласия с теми постулатами, которые на сегодняшний день существуют. Я коснусь расчета метрической системы или меридиана нашей планеты, которые, в общем-то, рассчитывают уже несколько столетий по геодезической системе координат. То есть, системы координат у нас заложили в свое время математики Декарт и математики Ферма. То есть, они создали основу аналитической геометрии, то есть, выбрав систему координат, мы можем каждую точку характеризовать ее координатами, каждую линию уравнением графиком. То есть, данная задача сводится к алгебраической и так далее. То есть, алгебра располагает определенными средствами для решения всех этих задач. Ну, то есть, наиболее удачно выбранная система координат, то есть, она позволяет нам совершать те или иные, будем говорить так, действия. То есть, в чем заключается мой доклад? То есть, у нас существуют принципы такие, что вот дуги меридиана рассчитываются во всей системе навигации по геодезической системе координат. То есть, там существует такой постулат, что луч нормальный, опущенный на поверхность экватора, то есть, опущен на поверхность эллипса и проходящий через эту поверхность, опускается на поверхность, на экваториальную поверхность. То есть, вот у нас существует угол Фи, это сферическая система координат, а угол Б, это геодезическая система координат. В чем их отличие? То есть, я думаю, что многие знают. То есть, в чем основная разница? То есть, сферическая система координат рассчитывает дуги угловых градусов, то есть, при большем радиусе большая дуга углового градуса. А геодезическая система координат рассчитывает в обратном порядке. То есть, чем больше длина радиуса, тем меньше угловой градус. То есть, как бы, вот такая несоразмерность. То есть, что у нас, например, длина дуги углового градуса на экваторе меньше, чем длина дуги углового градуса на полюсе, на 1%. А разница между радиусами экваториальным и полярным составляет всего 0,3%. То есть, нарушается принцип пропорций. И тут еще не все. То есть, как бы, любой перпендикуляр, то есть, опущенный на поверхность эллипса, он, если мы возьмем классические элементы геометрии, он не может образовать центральный угол дугового градуса. То есть, в чем здесь, как сказать, ну, мои так называемые замечания? То есть, у нас существует полярная ось и существует экваториальная ось, да? Это система координат. То есть, если мы будем брать геодезическую систему координат, то полярная ось у нас представляет нормаль, правильно? То есть, перпендикуляр. Экваториальная ось тоже, вот у нас и х, например, ось, и z, они находятся перпендикулярно друг другу. То есть, и обе эти оси, они являются нормальными. Если мы возьмем пропорционально сжатую фигуру, сферу, или так называемый эллипс. И все остальные нормали, которые будут опущены на поверхность этого эллипса, они никаким образом не попадают, то есть, ну, вот, угол фи. То есть, они проходят мимо этого угла. И поэтому, то есть, они не могут образовать, то есть, центральный угол. То есть, вот я здесь нарисовал чертеж, что все нормали, которые опускаются на поверхность эллипса, они проходят мимо центра этой фигуры. А проходя мимо центра фигуры, они никак не могут образовать угловые градусы. То есть, они не могут образовать центральные углы дуговых градусов при всем их желании. Потому что центральные углы могут образовать дуговых градусов только перпендикуляр, опущенный на сферу. И еще, то есть, когда, например, в точке N перпендикуляр опускается на эту сферическую поверхность, получается, что он, например, в точке B ее пересекает. Точка B пересекает экваториальную нормаль. Пересекая экваториальную нормаль, она продолжается в пространстве и пересекает еще и полярную нормаль. То есть, получается, что одна нормаль, опущенная на поверхность эллипса, пересекает две координатных нормали. То есть, это уже ненормально, правильно? То есть, она не может их пересечь, потому что, и тем более, еще в этот же момент образовать центральный угол дугового градуса. Но вот этой системой координат уже пользуются достаточно давно. То есть, все наши картографические проекции, все наши карты, все наши глобусы сделаны, как сказать, с использованием геодезической системы координат. У нас, как бы, в основу заложены два фокуса, например. Но если эти фокусы взять в расчет, то есть, например, будем дальше, например, рисовать. То есть, вот эллипс — это две, как сказать, булавки воткнутые, и вокруг них чертится, ну, то есть, очень неудобная фигура для расчетов. Почему? У эллипса, во-первых, нету формул для расчета длины окружности. То есть, у нас в математике нету до сих пор формул, которые бы рассчитали длину окружности эллипса. У нас нету формул, которые бы рассчитали дугу сектора эллипса, например. У нас нет формулы, простые формулы, у нас нет формулы, которые бы рассчитали дугу углового градуса эллипса. Но если взять, например, и выразить это через сферическую систему координат, то у нас выражается очень, как бы, так сказать, встроенная система. То есть, я вот здесь вот фокус показал, например, фокус в точке B, да, вот если мы возьмем расчеты через фокусы, то если мы в этом фокусе проведем нормаль, то угол C, B, E, то есть, дуга этого угла будет меньше, например, ну, если мы через геодезическую систему координат, чем дуга E, EOP, которая образована центральным углом. То есть, у нас вот две нормали координатных, то есть, полярная и экваториальная, создает 4 сектора. И в каждом секторе у нас 90 градусов. И любая другая нормаль, которая, например, проходит, ну, через экваториальную поверхность, она уже не сможет образовать, например, центральный угол, равный, например, вот этому координатному центральному углу. При всем желании, то есть, она не сможет. То есть, он будет, даже если в точке B, например, она пересечет, то этот угол будет равен 90 градусов плюс угол альфа. То есть, и уже это будет не 90 градусов, понимаете? То есть, и при пересечении в дальнейшем она пересекает эту фигуру и выходит с обратной стороны, но она уже не является перпендикуляром к поверхности. То есть, нарушаются все элементарные принципы геометрии, то есть, которые, в общем-то, довольно-таки широко используются. Ну, меридиан Ра я назвал свою работу. Почему? Потому что меридиан Ра – это мера всех, как сказать, метрических систем измерения. Если мы его неправильно рассчитываем, то у нас идут сбои во всех остальных системах расчета. То есть, вот у нас, я привел там таблицы, длина дуги углового градуса. То есть, у нас, вот если идем, мы берем геодезическую систему координат, то у нас длина первого углового градуса на экваторе 110 километров – 573 метра. А если мы берем сферическую систему координат – 111 километров – 318 метров. Разница в 745 метров. Это значимая нет величина. Весьма значимая, я думаю. Почти километр. Ну, в общем-то, вот отсюда идут какие-то, в общем-то, будем так говорить, несостыковки. Ну, далее, например, длина… То есть, проводя вот эти расчеты, я пришел к выводу, что, например, если рассчитывать через сферическую систему координат, то у нас получаются, как сказать, весьма простые формулы. То есть, длина окружности меридионального сечения длины равна полусуме дуг окружности, описанных, например, двумя окружностями, которые описывают вот эту вот нашу… Если мы возьмем нашу Землю и опишем ее двумя окружностями, то есть, то у нас получается, что длина окружности полярного радиуса создаст окружность, например, малую окружность, а длина большого радиуса создаст большую окружность. И полусума этих окружностей равна длине окружности меридионального сечения. Длина секторов этих окружностей, она… То есть, вот у нас есть полярный радиус нашей планеты, она сплющенная, точка L. Есть, например, экваториальный радиус, но этот уже на орбиты перешел. И когда мы полусумму считаем, то есть, через полусумму выразить можно длину окружности нашей планеты меридионального сечения, длину дуги сектора тоже через полусумму, длины дуги углового градуса через полусумму. И, короче, все наши формулы сводятся к тому, что мы через полусумму радиусов считаем все остальные величины. То есть, они очень легко выражаются. Ну, пойдя дальше, я попробовал рассчитать длину орбиты нашей Земли. То есть, длина орбиты нашей Земли, ну, орбита нашей Земли, это как бы смещённая такая, как бы… Её все считают, ну, со времён Кеплера её все считают эллипсом. Но если мы считать будем через центр фокус Солнца, то есть, и применяя систему радиального исчисления, то есть, через радиусы, то длина окружности нашей планеты, она выражается также через два радиуса. Радиус перигелия, радиус афелия, то есть, образует две окружности. Малую окружность, вписанную вот в эту орбиту, и большую окружность, которая описывает нашу орбиту. И полусумма вот этих окружностей, она равна длине окружности нашей планеты, понимаете? То есть, как бы простые и понятные формулы, то есть, и поэтому, когда я, ну, в общем-то, не сразу, конечно, но пришлось подумать, то есть, получается, что у нас вот второй закон, первый закон Кеплера гласит, например, что длина, ой, как сказать, про орбиты планет, что орбиты планет представляют собой эллипсы в одном из фокусов, в которых находится Солнце. То есть, ну, я не согласен с этим постулатом, то есть, я за... Потому что Солнце является центральным, как сказать, образующим элементом, то есть, центром фокуса нашей Солнечной системы. И все планеты нужно рассчитывать от этого центра фокуса. И поэтому вот мое видение этого закона выглядит следующим образом, что, как сказать, орбиты планет по оптимальной траектории в точках Офелия, точка Офелия — это дальняя точка, и точка Перигелия — ближняя точка, то есть, соединяет две правильные окружности, образованные полуосями-радиусами из центра фокуса Солнца. И равны эти орбиты полусумме длин этих окружностей. Понимаете? Все элементарно просто. То есть, Кеплер сказал, что у нас есть эллипсы в фокусе Солнца, то есть, никаких математических величин здесь не присутствует. А вот в том законе, который я предлагаю, есть конкретные величины, есть радиусы, есть длина окружности. То есть, и работая вот в этом направлении, я рассчитал, что, например, что при малом эксцентриситете, то есть, ну, в малых расстояниях, то есть, этот закон работает на все планеты нашей Солнечной системы. Понимаете? То есть, что вот эти формулы, их можно элементарно применять при расчете орбит, при расчете длины дуг углового градуса и так далее, тому подобное. То есть, как бы я с головы поставил на ноги. То есть, такая фигура, как эллипс, которая используется при расчетах этих всех величин, она, в общем-то, как сказать, очень неудобна. То есть, если мы рассчитываем через сферу, как сказать, орбиты наших спутников рассчитываются по геоцентрической системе координат. То есть, сами ученые все равно пришли к этому. И поэтому, вот я считаю, что если, например, радиус, то есть, ну как, нормаль опущенная на поверхность эллипса, не может образовывать центральные углы, то есть, я вроде как бы постарался вам это доказать, потому что она пересекает две нормали координатных, то есть, и она не может считаться центральным углом дугового градуса. То есть, мы доказываем таким образом, что сферическая система координат, которая через... Ой, сферическая система координат, которая, в общем-то, существует, она является главенствующей. То есть, а эллиптическая система координат и геодезическая система координат, это вымысел, понимаете? То есть, это как бы ошибочное направление в развитии геодезии и математики. Ну вот, как бы, наверное, я смело так заявляю. Ну, может быть. То есть, нам просто с вами в чем-то повезло, что мы с вами живем, может быть, в 21 веке, что у нас нет инквизиции, да? Что у нас нет таких, как сказать, будем так, организаций, как НКВД, которые, в общем-то, нас бы могла всех уже здесь давно... Да, 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 то есть, нас бы уже давно или поджарили на костре, или заставили бы отречься, то есть, ну, не пройдет и 400 лет, например, как бы, возможно, наши с вами взгляды официальная наука примет, потому что, как бы, будем так говорить, что вот Иоанн Павел II же извинился перед Галилеем, что как бы, что вот, извините, что мы вот вас неправильно преследовали. Поэтому давайте наберемся оптимизма... Да, 360 лет спустя. ...и будем, как сказать, верить, что наши взгляды каким-то образом все равно наука примет. Потому что, если мы возьмем историю науки, то есть, что практически все ученые, которые какие-то, ну, открывали новые горизонты, они все преследовались официальной наукой и так далее, поэтому как бы это все нормально. То есть, давайте как бы спокойно к этому относиться. Ну, пойдя дальше, например, я проанализировал еще, ну, как сказать, закон площадей. То есть, существует еще один закон Кеплера, когда радиус планеты, то есть, радиус вектор планеты, а он как бы заметает в одинаковое время равные площади. То есть, и проанализировав вот этот закон, то есть, я тоже пришел к выводу, что, например, возможно, то есть, расчеты нашей орбиты тоже, возможно, как-то отличаются. То есть, что у нас существует большая ось земной орбиты, например, она равна 147 миллионов километров, то есть, еще существует... То есть, малая ось, которая, в общем-то, и существует большая 149,6 миллионов километров, то есть, ну, то есть, радиусы. И, то есть, как бы сказать, опираясь на... ну, как будем так говорить, ну, я сделал исследование и пришел, что могут быть другие параметры, то есть... У нас есть официальные данные, ну, то есть, и существуют, ну, пирамиды в Гизе, которые, как бы, подсказывают, что расстояние Офелия и Перигелия, то есть, ну, могут быть немножко другими. То есть, у нас астрономическая единица 149,6 миллионов километров, ну, является средним расстоянием от Земли до Солнца. И существует радиус Перигелия, например. Ну, пирамиды говорят, что 146,6 пирамиды Хеопса. Значит, радиус Офелия 152,6, то есть... У нас, например, зимний гемосект, ну, то есть, у нас вот существует, как бы сказать, точка весеннего равноденствия, точка осеннего равноденствия, и планета проходит, например, зимний отрезок от одного точки весеннего до осеннего равноденствия, ну, то есть, как от осеннего до весеннего за 178 суток и 80-х, а другое расстояние на 7 суток длиннее получается. То есть, у нас сегодня, например, вот летний период отрезок времени, то есть, на 7,5 суток длиннее, чем зимний. С чем это связано? То есть, ну, вот я привязал это, например, к тому, что инсоляция нашей планеты в Северном полушарии, ну, получается, на неделю больше, то есть, Солнце больше гостит в Северном полушарии, на 7 суток дольше, чем в зимней гемисферии. То есть, и она обогревает нашу северную территорию на неделю больше. За 100 лет это, получается, 700 суток, ну, 700 дней. За 1000 лет это уже 7000 суток. То есть, понимаете, что инсоляция, она как бы постепенно, то есть, есть такое понятие, как эффект разогретой сковородки. Плюс к этому зимой, например, мы находимся ближе к Солнцу, где-то на 5 миллионов, на 6 миллионов километров ближе. Получается, что летом у нас идет более длительное прогревание территории, а зимой мы ближе находимся к Солнцу. Поэтому зимы у нас стали с вами, ну, немножко, как бы, помягче, да, будем так называть. В связи с этим это не всегда бывает. Двигаясь, прецессионная точка, она вот в данный период времени, когда мы приходим в созвездие Водолея, она у нас, как бы, занимает вот такое положение. Когда она занимала положение обратное, то есть, ну, как у нас существует наклон земной оси, да, и он, в общем-то, по волчку все время перемещается. И через 13 тысяч лет у нас угол наклона земной оси будет совершенно противоположный. Между ними 23,5 градуса, это получается где-то 47 градусов, то есть изменение наклона. Так вот, если мы возьмем, будем говорить, когда тут Солнце было в созвездии, ну, это вот наклон земной оси, там, например, я показываю рисунки. То есть, вот это вот сегодня, это 13 тысяч лет назад. То есть, как бы, по волчку двигаясь, то есть, создается вот такие вот интересные в пространстве фигуры. То есть, если соединить, например, рисунок вот этот прямыми линиями, то есть, образуются углы интересные, то есть, которые определяют, например, определенные светила над нашим горизонтом. У нас существует горизонтальная система астрономических координат. И вот если мы рисуем в пространстве вот такую фигуру, например, то у нас тут получается в центре пирамида Хеопса, понимаете, то есть, которую, в общем-то, построили древние египтяне. То есть, 53 градуса при основании, при вершине 73 градуса. Понимаете, это центральная фигура, например, в египетском комплексе пирамид. Это еще не все. То есть, все ваше время истекло. Ну, сейчас. Если мы, как сказать, нарисуем... Сейчас, секундочку, у меня 5 минут еще как бы... Существует еще одна закономерка. То есть, мы берем 30-й градус северной широты, рисуем, как сказать, тоже плоскость. И возникает еще вот такая фигура, например. Вот это центральная фигура в комплексе пирамид. А вот эта фигура, это пирамида Хеопса. То есть, если мы ее разложим тоже, как сказать, это верхушка, 76 градусов пирамида. Это углы при основании. То есть, если их выровнять, то получается угол 51 градус 34 минуты. Ну, то есть, примерно вторая пирамида. То есть, если ее вот так поставить, как бы, основание пирамиды, это боковые стороны. Если ее поставить, она станет рядом вот с этой центральной пирамидой. То есть, и центральная пирамида, которая пирамида Хеопса, Хефрена, Хефрена, и пирамида Хеопса, то есть, они как бы рядом станут. То есть, третью пирамиду я как бы пока еще не нарисовал. То есть, вот такие интересные получаются. А углы, например, вот эти, которые образовались, вот у нас угол, получается, 43 градуса. Это высота звезды Сириус над нашим горизонтом сегодня. Вот этот угол, 60-30 градусов, это высота полюса мира над горизонтом на платой низы. Понимаете? То есть 46 градусов это максимальный угол отклонения. А 60 градусов над уровнем горизонта сегодня находится пояс Ориона. То есть это навигационные созвездия древних египтян. То есть это царь Осирис и сестра Изида. И вот именно в нашу эпоху пояс небесного экватора совместился с поясом царя Ориона. То есть звезды вышли на максимально высокое положение над уровнем горизонта. И именно на наше время обращено все взгляды всех пророков, всех времен и народов. Что именно наше время является конечной точкой и началом новой эпохи. Ну в общем-то пока все. Какие вопросы будут? Пожалуйста. Дело в том, что в то время, когда строились пирамиды Гизы, на земле было похолодание. То есть они строились в период, когда, например, все цивилизации, которые находились в северной гемисфере, они откатились к эквату. У нас происходят четыре позиции. Почему я рассказываю. Вот в этих крайних позициях идет потепление климата. То есть когда Солнце находится во льве и Солнце находится в водолее. Идет потепление. А когда в Скорпионе и в Тельце идет похолодание. Этот период, например, ну то есть эти все знания принадлежали древнему Египту. То есть этот год называется платоническим годом. И он длится 26 тысяч лет, когда прицессия проходит свой весь круг. За это время происходит два глобальных потепления, два глобальных похолодания. И идет переселение народов. То есть вот у нас цивилизации 4-5-7 тысяч лет назад были в районе экватора. Правильно? То есть все пирамиды были построены там. Ну то есть на определенной широте. Потом произошло постепенное потепление климата. И вот за последние 4 тысячи лет человечество перешло в северные регионы планеты. То есть сейчас все основные индустриальные и экономически развитые страны находятся с 40 до 60 градусов. Эволюция столиц нашей, Руси, Киев 50-й градус, Москва 55-й, Питер 60-й. То есть сейчас Питеру представлена максимальная возможность стать интеллектуальной столицей. То есть чем дальше на север откатывается человечество, тем выше его интеллектуальный потенциал. Понимаете? То есть ну как бы вот так. Ну почему-то Россия, например, цари перенесли столицу в Питер, а потом большевики опять вернули в Москву. То есть это притормозили развитие. Понимаете? Может быть. Можно вопрос еще? Ну и краткий только, потому что уже время истекло. Пожалуйста. Интересный доклад, как не послушайте. Ну дальше два вопроса. У вас в тезисах-то тезисы есть, а в сборнике трудов доклада нет, да? Нет, ну у меня есть, например, я печатаюсь на Прозору, то есть как бы у меня есть, но там нету вот этих, как сказать, графиков. У меня есть с собой флешки, я могу вам размножить сколько хотите, все бесплатно. То есть если вам интересно, я могу вам скинуть, например, я могу скинуть здесь, вы можете здесь взять. Я еще маленький вопрос. Вы пробовали через Российский фонд фундаментальных исследований, чтобы вам напечатали ваш труд? Пока я еще ничего не пробовал. Я приехал с самого Дальнего Востока, например, я с Комсомольской на Амуре. И последний вопрос. Наша земная орбита, она еще наклон имеет? Нет, ну там есть, конечно, но дело в том, что я понимаю, то есть они имеют и наклоны, и имеют свойство орбиты меняться. Но я говорю про такие простые постулаты, то есть те классические формулы, по которым это можно все рассчитывать. То есть я даю просто простые понятия, по которым можно легко рассчитать, например, те или иные формулы. Я тут когда, ну как сказать, рассчитывал вот эти, то есть, ну есть тут у меня... Ну то есть можно учесть все? Там все элементарно считается, то есть как бы все весьма просто, то есть если мы учитываем. И наши, например, артефакты говорят, что человечество расселялось 13 тысяч лет назад на север и на юг, 26 тысяч лет назад. То есть вот есть, например, такие, как сказать, артефакты, как Мальтинский жезл, который, в общем-то, описывает солнечное и лунное затмение. То есть как бы 26 тысяч лет назад ему уже вот эти вот насечки, там один наш ученый расшифровал, что это, в общем-то, периоды солнечных и лунных затмений. Люди 26 тысяч лет назад уже знали эти циклы. Спасибо большое. Пожалуйста.